Песня Песня Что такое крещение? Крещение это как бы омовение от грехов. Вот и то крещение, которое престил Иоанн, и нынешнее крещение, в котором мы крестимся, это в сущности омовение от грехов. Как тело человеческое нуждается в том, чтобы смыть с себя всю грязь, которая накапливается в этом мире, на нем, то и душа человеческая нуждается в омовении грязи духовной, что есть грех. То есть мы должны омыть свою душу от греха, и до этого мы принимаем крещение. И, конечно же, если это крещение принимается формально, и как обряд просто, потому что все так делают, это абсолютно никакого значения для человека не имеет. Наоборот, это крещение служит ему в осуждении. То есть крещение возможно только такое, которое, когда человек хочет, когда человек желает очистить, омыть, отмыть свою душу от греха. Вот тогда он нуждается в крещении. Если у него нет такого желания, если он это делает просто потому, что все так делают, и что вот надо покреститься, это абсолютно никакого значения такое крещение для него не имеет. А наоборот, это человек, который не желается расставаться со своими грехами, крестившись. Эти грехи на нем как бы запечатлеваются. Это страшно, значит. Он действительно с этими грехами уже остается. И лучше бы такому человеку не креститься. Он меньше будет осужден, некрещенный человек, чем крещенный, такой же самый человек крещеный, если он не желает избавить, очистить, омыть свою душу от греха. Поэтому очень надо серьезно к этому всему относиться. Крещение имеет смысл только тогда, когда человек становится после него обновленный. Что вот он действительно стремится к Богу. И поскольку мы знаем, что очиститься от греха невозможно, никакими способами, никакими путями, никакими покаяниями невозможно, потому что только Господь наш Иисус Христос единственный в этом мире, кто имеет власть освободить нас от греха. И поэтому мы говорим, что мы крестимся во Христа. Потому что больше некуда, нам иначе избавиться от греха невозможно. Только как веры во Христа, который искупил на кресте все наши грехи, всего человечества, в том числе грехи каждого из нас. Но нам надо как бы передать эти грехи Христу, чтобы он их искупил. А не ходить с этими грехами, не носить их в себе. И это не в силах человека избавиться от греха. И поэтому Иоанн говорил, что нельзя тебя крестить. Я должен креститься от тебя, когда пришел к нему Христос. Но Господь сказал, мы должны исполнять всякую правду. И принял это крещение, хоть совершенно, конечно, в нем не нуждался. Потому что, как мы знаем, это был единственный человек, Бога-человек, который не имел на себе никакого греха. Но он все равно, даже не нуждаясь в крещении, он это крещение принял. Так и мы должны исполнять все, что от нас требуется исполнять. И не рассуждать, вот надо ли нам это делать или не надо. Мы и так, мол, хорошие, зачем нам там и в храм ходить, и исповедоваться, и посещаться. Мы и так хорошие. Вот это как раз такая пагубная мысль, которая в людях сидит. И она их губит. Вот пагубная, потому что губит. Потому что невозможно, не участвуя в жизни церкви, не участвуя в церковных таинствах, не придя ко Христу, который единственный может нас от греха очистить, мы все погибнем. Душа каждого человека погибнет, если она не придет ко Христу. И наоборот, я еще раз говорю, вот это хождение, такое даже в храм, и исповедание, что я вот христианин, оно человеку будет в осуждении, если он реально не старается, не стремится избавиться от власти греха. Тогда этот грех на нем запечатлевается навеки. И на страшном саде этот грех на нем будет запечатлен. Так что, дорогие братья и сестры, вот вы сегодня собрались здесь. Вот, редко вы собираетесь, но вот сегодня там собрались. Так я вот вам говорю, пожалуйста, ходите в церковь, участвуйте в церковной жизни. Это не просто, как бы, норма какого-то поведения, или не просто это обряд. Это жизненная необходимость. Если вы не будете участвовать в церковных таинствах, вы погибнете. И ничто вас не спасет. Никакая водичка, никакая пасочка, ничего вас не спасет. Только Господь наш Иисус Христос, если вы не придете к Нему, вы погибнете. Еще раз вам повторяю. Вот это вот, то, что вы пришли за водой, это абсолютно не имеет никакого значения для вашей души и для вашей жизни. Для вашей души имеет значение вера в Бога и исполнение заповедей Божьих. И участие в церковных таинствах. Вот что вам нужно всем. А не вот эта вода, за которую вы пришли. И она совершенно, вам не нужна эта вода. Вот. Так что, пожалуйста, задумайтесь над этим. Вода нужна, святая. Это как дополнение к нашей духовной христианской жизни. Потому что христианин должен осветить прежде всего свою душу, а потом осветить вот то, где он живет, вокруг себя все. Место, жилье, пищу. Все надо освещать, чтобы это скверно не вошло в душу. Но душа должна быть прежде всего чистая. Если нет этой чистой души, то совершенно бесполезно вам там кропить, пить эту воду. Она абсолютно вам не даст никакой пользы. Так что, дорогие братья и сестры, еще раз повторяю. Пожалуйста, ходите в храм, молитесь Богу, участвуйте в церковных таинствах. Вот это единственное, что вам нужно больше всего. Покаяние в своих грехах и приближение, пришествие, принятие Христа. Христос – это единственная наша надежда и наше спасение. Но все раз, Господи. Песня. 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 Песня.